Российская генпрокуратура требует закрыть Баренц-обзервер. Небольшое издание из норвежского Киркенеса снова оказалось в центре внимания российской цензуры. Доступ к нему в России был заблокирован медиарегулятором Роскомнадзором еще в начале 2019 года. На этой неделе пришло время повторной блокировки, на этот раз Генеральной прокуратурой страны. Онлайн-издание, выходящее на английском и русском языках, получило уведомление о решении в субботу, 29 октября. В своем письме генпрокуратура дала Баренц-обзервер 24 часа на удаление всей нарушающей закон информации. По версии прокуратуры, издание публикует недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации. Кроме того, оно распространяет ложную информацию об актах терроризма и создает угрозу применения вреда жизни и здоровью граждан имуществу. В письме утверждается, что эта информация создает угрозу нарушения общественного порядка, а также безопасности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, кредитных организаций и объектов энергетики, промышленности и связи. Письмо Генпрокуратуры датировано 8 октября 2022 года. В нем говорится о блокировке основного доменного имени Баренц-Обзервер в случае невыполнения требований. Вскоре доменное имя издания было внесено в Федеральный реестр блокированных интернет-ресурсов. В тот же день в список было добавлено еще несколько СМИ, в том числе русскоязычная версия газеты The Moscow Times. Блокировка не будет иметь практических последствий для Баренц-Обзервер. Доступ к зданию в России и так уже был ограничен, и для чтения материалов россиянам необходимо использовать VPN или зеркало сайта. Редакция Баренц-Обзервер находится в Киркенесе, Норвегия, и освещает события в Арктике и России, в том числе ситуацию в экономике, обществе и в сфере национальной безопасности. По словам редактора издания Томаса Нильсена, репрессивные действия российских властей показывают, что свободная и независимая журналистика со стороны издания имеет большое значение. «Это показывает, что мы делаем правильные вещи», – сказал Нильсен. «Любые независимые СМИ представляют собой угрозу режиму», – добавил он. Редактор подчеркнул, что Баренц-Обзервер никогда не поддастся давлению. Как и в 2019 году, письмо из Москвы будет воспринято всерьез, но требования будут проигнорированы. При этом Нильсен осознает потенциальную серьезность новых угроз. Если в 2019 году блокировка издания произошла по инициативе медиарегулятора Роскомнадзора, то сейчас решение принимала Зиген прокуратурой. С момента блокировки на территории России в 2019 году Баренц-Обзервер активно ищет способы ее обойти. Теперь у сайта издания есть зеркало, а статьи озвучиваются в виде подкастов. Кроме того, все материалы размещаются в социальных сетях – во Вконтакте, Телеграме, Твиттере и Фейсбуке. Также выпускается рассылка на английском и русском языках.